Так, а начальство своей карьеры, идея создания группы, и есть ли у нас музыкальное образование? Так, я клинический провизор по образованию, Евгений, у нас режиссер кино и телевидения. Мы работали, у нас была фотостудия совместная, мы работали фотографами с Евгением, ужасно уставая после трудного рабочего дня. Мы с ним собирались вечерочком на балкончике, Евгений доставал гитару и играл, и это было прекрасно. И в какой-то момент начали сочиняться песни. Группы мы быть не собирались, и никто из нас даже и мечтать не мог, что вообще когда-нибудь у нас будет какая-то музыкальная карьера. Но родители нами очень гордились, и рассказали о нас своим друзьям, которые находились то ли в Канаде, то ли где. Где-то для 3 дивидий. Вот, и тебе сказали, слушайте, так пусть они выложат свои видео на YouTube. Вот такой вот YouTube есть, о котором я, например, в то время вообще ничего не знала. Такие далекие, археичные времена. Да, и говорила, Юджин, нафиг это кому-то нужно? Что это такое? Это типа такая площадка, куда могут выкладывать все свои видео? Зачем? Кому вообще это может быть интересно? Видите, какая я недальнозоркая. В общем, выложив свои видео на YouTube, нас буквально через месяц позвали на достаточно крупный фестиваль «Вдох». Мы этого всего не ожидали. Группой мы в тот момент еще не являлись. У нас там было 8-10 песен каких-то. Но мы поняли, что нам очень хочется двигаться в этом направлении. У нас было полгода на подготовку. Мы очень-очень-очень-очень старались. Нашли себе гитариста еще одного. И получилось вот так вот трио. Все достаточно архаично, хаотично и... Архаично, правильно сказать? В данном контексте я уверен. В данном контексте снимаем архаично. В общем, хаотично все получилось. И, знаете, оно, если сильно чего-то хочешь, все само складывается. Как вот... Ну, в этом хаосе у нас на самом деле был свой порядок, потому что, естественно, нам не хотелось, когда мы выкладывали видео... Ну, каждый творческий человек страдает, многие, наверное, страдают перфекционизмом, некоторые совсем в извращенных формах. И, конечно же, нам не хотелось плевать вечность, поэтому, когда мы подумали, что мы хотим выложить видео, нам не захотелось просто его снять. Мы подумали, что, наверное, хорошо бы его снять как-то интересно. И так мы сняли наше первое видео Cosmic Girl. Которое все называли клипом почему-то. Хотя это я сижу там и очень... Да, это был... Сейчас, конечно, нам даже местами стыдно за это видео, но... Нет, ну, конечно, оно забавно смотрится. Но это был лайв. Забавно, это ключевой момент. Это был лайв, да, который у нас получилось делать очень даже неплохо. На то время мы снимали на как это, Visecam, или как она называется, эта камера. Да, это была маленькая цифровая камера. Она не цифровая была. Цифровая, цифровая. Ты потом отцифровывал плёночки. Это был мини-диви-формат. Боже мой, ладно. В общем, всё равно было трудозатратно. Да, но не суть. Ну вот, да, как-то это очень было весело. Так, это вот мы сразу же на два, получается, ответили. Ната, а как тебе работают с мальчиками? Они тебя не обижают или ты руководишь всем процессом? Ну, нет, не обижают, следят за мной. Ну, в общем, и... Ну, для меня, простите, перебью... Холят и лелеют. Для меня наш нынешний состав, он почему-то представляется как треугольник с широким основанием и двумя катетами. Да, ну... Короче, они как домик надо мной, да? Ты это хотел сказать? Точно, точно. Как домик. Короче, они меня ограждают, защищают, охраняют, вот, стараются не расстраивать. А я, конечно же, управляю всем процессом. Ну, да. Но прислушиваюсь к ним иногда. Так, родители. Как наши родители относятся к нашему творчеству? Слушают нас, были ли они у нас на выступлениях? Очень нами гордятся. Ходят, конечно же, на выступления. Слушают нас и поддерживают всячески. И помогают, если надо. Да, в общем, где-то что-то срочно, там, мама, я забыла то-то, пришли, пожалуйста. И мама мне пересылает. Или вот у Евгения мама шьет. И брюки на мое выступление на полуфинале шила мама Юджина. И за что ей большое спасибо. В общем, всякие очень-очень-очень помогают нам. И поддерживают, как могут, всеми силами, которые у них есть. Инди-поп-группа. Простите, я не сильно понимаю, что такое инди-поп-группа. Расскажите, пожалуйста, что это за музыка. Но, на самом деле, это не совсем характеристика музыки, потому что в этом слое есть два ключевых понятия – инди и поп. Я бы не сказал, что мы поп-группа. Мы, в первую очередь, инди-группа. Инди-группа подразумевает то, что мы, я и НАТО занимаемся полностью всем процессом самостоятельно. Инди от слова independent – независимый. То есть у нас нету продюсеров, за нами не стоит армии пиарщиков, в нас никто не вкладывает деньги, все, что мы делаем, мы делаем сами, выгребаем как можем. И есть у нас один прекрасный человек, которого зовут Олег Звягинцев, который выполняет функцию нашего бухгалтера, менеджера, директора, иногда функцию моей мамы. А иногда моего папы. Да, то есть он нас организует, пинает, напоминает. В общем, очень много всего делает. И да, наша команда на самом деле состоит из четырех человек. Вот такая маленькая, тесная, но дружная команда. Да, это очень удивительный процесс, потому что за все время наша команда то расширялась, то уменьшалась. Ну и делать все самостоятельно, естественно, иногда это очень сложно, иногда это не всегда продуктивно. Но в нашем случае, сидя здесь и сейчас, я понимаю, что для нас это было с одной стороны неизбежно, а с другой стороны от ряда предложений, которые к нам поступали, мы отказывались сознательно, потому что, ну, с одной стороны, это привычка делать все самостоятельно, с другой стороны, мы остаемся теми, кто мы есть. Ну и на все вопросы отвечаю я сама. Вконтакте, это моя страница, там я. На все интервью отвечаем мы сами. Зачастую пресс-релизы мы пишем себе сами. В общем, все истории и все-все-все, это все мы сами, группу Вконтакте мы сами ведем. В общем, вот такой вот DIY, еще одно умное слово-сочетание, буква-сочетание, аббревиатура вот. Да, насколько это поп, боюсь, что это уже, наверное, не нам судить, правда? Ну, да, иногда поп, иногда нет. Как и получится. После того, как вы вошли в финал нацсетбора, на вас точно многие обратили внимание, кто-то впервые вас увидел, а кто-то только заинтересовался вашей музыкой. Признайтесь, вам же начали поступать интересные предложения? Если не секрет, расскажите, какие именно. Пока ничего не поступило, честное слово. Пока только совершеннейший миллион прекрасных сообщений от незнакомых людей, которые я читаю, правда, сдерживая слезы, потому что это так трогательно, то, что люди пишут, и то, что они голосовали всей семьей за нас, и там со всех симок. Кто-то говорил, я весь офис сказал, типа, голосуйте там, там такая прекрасная Наташа. И все посмотрели и сказали, да, действительно, пурпур вообще такие замечательные. И вот это, ну, это неожиданно и вообще просто. Да я, правда, до сих пор не верю, что люди за нас вот так вот взяли и проголосовали. Многие артисты поют под фонограмму, а вы не могли бы спеть один маленький куплетик прямо сейчас? Буду очень благодарна. А какой песне? Не знаю, не знаю, так что... Ну, я могу выйду change вам спеть, если там люди, что-то первое, что приходит. Oh, watch the falling rain Washes all my tears away We are not to change No one has to yield Many years ago I met you in tears You were crying about your love Care about jealousy How we do We don't change Look carefully Into my eyes And you will see My tears are the drops of the rain And you will see Такое что-то Спасибо Что такое...